Так совсем недавно выглядел памятник Горькому в Пикорьково. Этот парк один из самых лучших в Одессе, прежде всего потому, что он частный парк и за ним идеальный уход. В связи с деколонизацией и декоммунизацией давно, в самом начале войны, было принято решение, что кинотеатр не будет называться Москвой. Его название быстро убрали, а вот с памятником Горького он стоял до некоторых времен, а сейчас уже его нет. И парк Горького будет называться парком Марка Твена. Парки Горького были практически в каждом городе Советского Союза. Правда, к Одессе Горький имел некоторое отношение. В молодости он работал в порту и жил в ночлежках недалеко от порта. В пьесе «На дне» он использовал эти свои наблюдения жизни. Современная молодежь знает, что Горький – это буревистник революции, которая не революция, а переворот. Ну, в общем, знания какие-то сомнительные. Многие удивляются, а почему парк будет называться парком Марка Твена? Кто для Одессы Марк Твен? Жарким августовским днем 1867 года американский журналист Сэмюэл Клеменс вступил на Одесскую землю. До конца жизни он будет называть это свое путешествие «Мой счастливый вояж». А как иначе, если именно после поездки Клеменс исчез, а вместо него появился знаменитель писатель Марк Твен? Но главное, именно с Одессы началась история любви длиной в 35 лет, без которой не было бы ни приключений Тома Сойера, ни принца и нищего, ни блестящих юмористических рассказов. Марк Твен был одним из первых туристов в числе 65 человек из Америки, некий пресс-тур. Туристический маршрут не предполагал посещение Одессы, но ирония судьбы в очередной раз сделала свое дело у наших берегов. Великолепная организация Томаса Кука дала сбой. На пароходе внезапно закончился уголь. Команде пришлось пополнять его запасы в ближайшем порту, а Марку Твену познакомиться с колоритом жемчужины у моря. Больше всего Марка Твена поразил предпринимательский дух Одессы. У этого города обнаружилась американская душа. «Сойдя на берег, я ступил на мостовые Одессы. И впервые после долгого перерыва, наконец, почувствовала себя совсем как дома. Куда ни глянь, право-влево, перед нами Америк». Впечатлений от круиза было невероятно много. Из каждого порта, в том числе и из Одессы, Марк Твен посылал заметки в редакции. Позже он объединил их в книгу «Простаки за границей». Но кроме всего прочего, он познакомился здесь с Чарльзом Лэнгдоном, братом его будущей жены Оливии. Так что для Марка Твена это был действительно счастливый вояж. Но в Одессе эту тему, тему Марка Твена и его произведения используют уже как минимум лет пять. На улице, которая находится недалеко от парка Горького, на генерала Петрова, находится огромный супермаркет Сильпо. И в нем вы видите везде картины из произведения Марка Твена «Том Сойер и его приключения». Вы видите здесь и Геккель Бери Фина, по центру магазина «Пароход» многопалубный. И там отдыхающие разглядывают современников, которые покупают колбасу. Ну, в общем-то, действительно, магазин оформлен потрясающе. И я бы сказала, что парк можно оформить в таком же стиле и сделать множество детских аттракционов, связанных с произведениями, с замечательными произведениями Марка Твена. Здесь и плот, на котором путешествовали ребята. Так что, не так уж плохая эта идея. И, наверное, ее можно довести до ума. Но, скорее всего, все это будет после войны. А пока я вам просто рассказала, что Марк Твен был в восторге от Одессы, от памятника Дюку, от Потемкинской лестницы. И даже придумал сатирическую, нет, вернее, комичную историю, биографию жизни Дюка Дерешилье, которую ему рассказал просто прохожий. Там Дюк плохо закончил в бедности и нищете. Никто не подал ему даже копейки. А вот после смерти собрали одесситы деньги на его памятник. Ну что ж, повеселимся вместе с теми, кто читает эту вымышленную биографию Дюка Дерешилье. До встречи, дорогие друзья! Время течет, все меняется, будем наблюдать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подобайки, пишите комментарии. Будем счастливы и здоровы! Всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok